Друзья мои, фондовые индексы США, S&P 500, NASDAQ, Dow Jones, ну не скажу, что прям перешли к сильному падению, но во всяком случае заметно соскальзывают, уже находятся впервые ниже уровней, которые были показаны перед самым заседанием Федрезерва 1 февраля, то есть вот январским уровнем. Ну и, собственно говоря, факторы, это в принципе те самые факторы, о которых я очень подробно рассказывал в ходе нашего с Яном эфира, который состоялся в прошлую среду, 15-го числа, и я даже не исключал бы сейчас уже с учетом новых обстоятельств, что возможно мы общались на зимнем пике рынка и что в дальнейшем будет соскальзывание. Главной причиной его послужили сначала данные из Америки по индексу цен производителей, которые вышли буквально на следующий день после нашего эфира. В четверг, и, конечно, непосредственно таких цифр мало кто ожидал, 0,7% рост цен в производительном месячном исчислении, в сравнении особенно со снижением инфляции в декабре на 0,2%, кстати, раньше было на 0,4%, теперь пересмотрели это снижение минус 0,4 до минус 0,2. Это как раз вот то, о чем мы говорили применительно к индексу потребительских цен, что там тоже был якобы небольшой спад инфляции на десятую долю процента, которую пересмотрели уже ныне в виде роста, хотя и тоже на ту самую несущественную одну десятую. Но, тем не менее, рынки видят, что статистические ведомства США склонны и к пересмотру старых показателей, и непосредственно новые срезы инфляционные дают такие тревожные вещи. В годовом исчислении, может быть, все выглядит еще пока не так страшно. Скажем, консенсус опрос экспертов, он прогнозировал снижение индекса больше, чем фактически он снизился. То есть, тем не менее, снижение есть, но в целом для рынков это холодный душ. И в сочетании еще и с высказыванием некоторых людей из Федрезерва, правда, не голосующих членов, но тем не менее, существенных людей среди управляющих Федрезерва, Ларетте Местер, в частности, и Джеймса Булларда, это главы отделения, соответственно, ФРБ Кливленда и Сент-Луиса, вот они сказали, что еще на прошлом заседании видели убедительные экономические аргументы, это я прям цитата, в пользу того, что ставку надо было повышать 1 февраля на 50 базисных пунктов, а не на 25, как ее повысили. Ну, а что касается Джеймса Булларда, он вообще известный сторонник того, что что тянуть, если решили, что конечная ставка должна быть выше, то и надо, собственно, чтобы быстрее прижать инфляцию к низам, вот надо быстрее действовать и уж довести ставку до приличного уровня, он тоже, конечно же, высказался в том ключе, что он бы не исключал и для ближайшего заседания Федрезерва для 22 марта, оно состоится, и для любой следующей встречи в будущем, еще одного повышения. Рынки, на самом деле, все еще колеблются по поводу того, какого именно повышения ставки ждать, но все-таки здесь кое-какая динамика прослеживается в направлении вверх, вот есть инструменты Федвотч, они отслеживают ожидания, куда пойдет ставка на следующем заседании и на последующих тоже, то есть есть и мартовская, есть и майская тема, и июньская. Вот сейчас больше половины тех, кто там, собственно говоря, деньгами, а не просто мнением голосует, они считают, что больше 50%, вот процентов считают, что будет 3, как минимум, повышения ставки по 0,25 и в марте, и в мае, и в июне. За июнь там где-то процентов 55-60, тем не менее, вот думаю, что и июньское тоже повышение будет. Но при этом 50-пунктового повышения в марте все-таки ожидает меньшинство, до недавнего времени это было вообще 15-16%, вот сегодняшнему дню их количество увеличилось до 21% на момент этого эфира, то есть те, кто ждут, что прямо в марте уже кого-то возьмутся за повышение ставки, а не про постепенную историю. Но что в итоге два повышения состоятся в сумме на полпроцента и в марте, и в мае, это 75% рынка на данный момент, хотя еще недавно их было меньше половины таких людей, соответственно, оно это говорит о чем-то. Мы пока не видим существенных сдвигов на валютном рынке в связи с этим, то есть доллар как бы не набирает там так уж риска обороты, но это связано с тем, наверное, что все-таки по Европе-то ждут, ну, практически наверняка повышение ставки на полпроцента, а валютный рынок, он более чутко прислушивается как раз вот к ожиданиям непосредственно по процентной ставке, нежели к ожиданиям по экономике во многих случаях, то есть непосредственно ВВП там или индекс каких-то деловой активности ты не покупаешь и не продаешь, когда покупаешь валюту, в отличие от акций компании, где все-таки напрямую, если сказывается там текущая ситуация на показателях по прибыли компании, то, по сути, эта завязка более сильная. С валютами же смотрят часто на доходность, а эта доходность, она увеличилась с ростом доходности гособлигаций, и не только, кстати, американских, вот в связи с некоторыми событиями тут и британские, сегодня подросли гособлигации в процентном отношении по доходности, то есть по цене упали, да, а по доходности подросли выше отметки 3,65, где последний раз они находились перед Рождеством. Поэтому вот такая, я бы не сказал, что однозначная картина на валютном рынке, здесь евро, если скатывается потихонечку вниз, то, например, фунт растет британский. И здесь я бы отметил вклад, который в это внесли последние данные по индексам деловой активности PMI, и если в Европе получилось, что промышленный PMI скатился до более низких уровней, хотя последние 2-2,5 месяца там было восстановление по этим уровням, подрастали эти индексы, сейчас они потеряли большую часть достижений, скажем, по французским показателям, по немецким, а британские выросли. То есть сегодня получилась такая аномалия, что британские показатели PMI, он вырос и в секторе услуг, и в промышленности, причем в промышленности до уровня аж 53 единицы, это много очень с 49, никто этого не ожидал, но и суммарно получилось, что, конечно, композитный индекс тоже в плюсе, в связи с этим вот фунт проскочил повыше, хотя даже вот на самом деле данные по Британии, разные данные, если взять, они, в общем, довольно странную и смешанную картину показывают, потому что, в общем, несколько чудно видеть, когда вот одновременно вроде бы показатели деловой активности растут по одним данным опросам, и при этом другие цифры от конфедерации британских промышленников сегодня же одновременно показали спад и числа заказов именно в обрабатывающей промышленности, объемов производства и заказов британские, опять же, там показатель тоже он условный, в пунктах упал до минус 16 единиц, хотя еще недавно был минус единица, и вот этот вот показатель минус 16, он самым низким является с сентября 2020 года. В общем, данные на самом деле путанные, если брать именно макроэкономику, крупные статистические выкладки, я уж по ВВП не говорю, да и то, что, собственно, касается именно принятия решений центробанками, мы же понимаем, что еще, скажем, до заседания Федрезерва, до 22 марта, еще будет полно данных, еще и с рынка труда выйдут цифры, и выйдут также цифры новые по инфляции американские, еще до заседания ФРС, то есть много всего еще будет. Соответственно, рынок, может быть, не спешит с принятием решений, но на этой неделе еще и понедельник был выходной на Уолл-стрит, президент-стрит, так называемый, понедельник отмечали, были биржи закрыты, соответственно, ну, реакция несколько подзамедлена на разные события, это мы, в общем-то, и наблюдаем. Дурак учится на своих ошибках. К сожалению, в инвестициях это был мой случай. Умный на чужих, а предусмотрительный учится загодя. Новый курс для инвесторов от Алексея Бочарова. Фундаментальный анализ и стоимость компании. 10 уроков о том, как правильно оценить акции, которые мы покупаем. Курс стартует в феврале 2023 года. Ссылка на подробную информацию и регистрацию в описании к видео. Есть корпоративные истории, и по корпоративным историям я могу отметить несколько моментов. Пожалуй, один из немногих, если, может быть, не единственный за последнее время хорошо читавшийся банк, например, это HSBC Holding, он сегодня на 4% уже на премаркете растет. И он сфиксировал действительно хороший скачок прибыли по четвертому кварталу. Растущие процентные ставки дали ему возможность, а он этой возможностью воспользовался, увеличить чистый процентный доход. Но и от инвестиционной деятельности тоже. Это, конечно, вот редкость по нынешним временам. Возможно, связано с тем, что HSBC все-таки традиционно еще ориентирован заметно на азиатский рынок, но это такой колониальный старый банк, и менее завязан все-таки на какие-то потенциальные сложности в американской финансовой системе или в европейской системе. То есть непосредственно банк, который Гонконг – это крупнейший рынок, а Азия, она показала устойчивость. Есть, по крайней мере, ожидание растущего спроса на включение инвестиционных возможностей и на Ближнем Востоке, и в азиатских экономиках в связи с тем, что Китай постепенно открывается. Все это мы видим. Вообще, в целом, стоит отметить, что среди банков, опять же, наибольшую устойчивость демонстрируют те структуры финансовые, которые скептически относятся сейчас к перспективам рынков. Возможно, что и инвестиционными портфелями они своими управляют, опять же, не ожидая каких-то заметных, позитивных сдвигов. Вот, в частности, Морган Стэнли многократно отмечался прогнозами, где они ждут общего снижения индексов. А вот из свеженького, тоже ранее выскаживавшегося в том же ключе, но мягче, стратегии JP Morgan and Chase высказали, что они не были бы слишком оптимистичны в отношении экономических перспектив, и что рынки вскоре ждет волна разочарования. Вот этот цитат непосредственно JP Morgan, слишком рано, пишут они, говорит о том, что рецессия уже исключена после всей этой агрессивной кампании по повышению ставок и не только ФД-резервам. Опять же, с учетом того, что обычно опыт покажет, влияние факторов денежно-кредитной политики на экономику обычно затягивается на пару лет. Вот об этом, собственно, пишет команда Воколовец Мисловым-Матрейкой из JP Morgan. По его словам, Центральный банк, скорее всего, сделает разворот в политике только в ответ на гораздо более уже негативный макроэкономический фон, чем тот, который в данный момент. Это как раз оборотная сторона, кстати, некоторых и позитивных властей, типа цифра с рынка труда американского, или вот той статистики из Британии, о которой я вам сегодня говорю. Исторически, вот пишут опять же JP Morgan стратегии, исторически сложилось так, что рынок акций обычно не достигает на все-таки раньше, чем ФРС приступает к сокращению или, по крайней мере, достигает пика в ставках. И мы никогда не видели минимумы, пишут они до того, прежде чем ФРС прекратит повышать ставки. Соответственно, был некий нанесен ущерб, а его последствия впереди. Ну, в общем-то, это перекликается с аргументами, которые я вам частенько озвучивал. В данном случае мне хотелось бы, чтобы это прозвучало все-таки от какого-то первоисточника из крупного банка, вот эта вот логика. Первый квартал, ждут они, станет, может быть, наивысшим показателем для акций в этом году. И они осторожнее относятся к прогнозам на следующий год. То есть, команда JP Morgan ожидает, что ралли постепенно сойдет на нет на фоне различных предупреждающих сигналов из экономики и от ключевых, собственно говоря, монетарных игроков, центральных банков, таких как сильно перевернутая кривая доходности, снижение денежной массы, имеется в виду снижение спроса от подсознанных потребителей и так далее. И JP Morgan, в принципе, как и Morgan Stanley, не одинокий, в принципе, в таких прогнозах. Если Morgan Stanley там прямо очень ярко говорил о том, что все это превращается в спекулятивное безумие, основанное на концепции якобы паузы, взворота ФРС, которого просто не будет, то вот, скажем, из Bank of America команда говорит, что отсроченное начало рецессии в США, оно окажет давление на акции, но позднее, во второй половине года. То есть, какой-то запас времени на принятие решений, на шлифовку стратегии есть. Citigroup, вот группа во главе с Робертом Баклендом, они заявили, что мы не будем гнаться за повышением индекса MCCI, глобальный индекс All Country World по всему миру, поскольку, по их мнению, он уже торгуется, во всяком случае, в верхней части их собственного целевого диапазона. Соответственно, вот они рассматривают и глобальную ситуацию, приблизительно таким же образом. Ну, что называется, за что покупаю, за то и продаю в данном случае, но в целом мое мнение совпадает, как вы знаете, с тем, что говорят эти люди. Ну и я продолжаю также придерживаться, поэтому, стратегий, хеджирующих позиций на понижение биржевых индексов, S&P 500 в частности, до европейских индексов, и сохранение в портфеле некоторых бумаг, которые хорошо себя за последнее время показали. Ну, мы вот это подробнее обсуждали как раз в эфире 15 числа, я называл некоторые из этих акций. Из той отчетности, которая вышла за последнее время, ну, наверное, можно отметить как положительную отчетность Walmart, это, собственно, сеть магазинов дискаунтеров, гигантов, которые обычно дискаунтеры чувствуют себя неплохо вообще в кризисе и вполне себе держатся на плаву и в инфляционные периоды. Вот Walmart показал очень хороший результат с превышением ожиданий как по выручке, так и по прибыли, что сейчас вот на фоне корпоративной отчетности вот этого квартала, ну, как бы дорогого стоит. В общем, редко у кого получается, что по прибыли показатели превышают ожидания. Но даже акции Walmart при этом припали на самом деле почти на 3,5% перед открытием рынка, несмотря на очень хороший отчет, потому что, ну, наверное, во-первых, многие на рынке ждали его еще круче, потому что это Walmart, да, и, во-вторых, потому что тот же Walmart снабдил отчет за прошедший квартал прогнозами на год, которые они все-таки считают, что итог финансового года будет похуже, чем они же сдали раньше и чем ждет рынок. То есть команда Walmart заявила, что она осторожна в отношении экономических перспектив на предстоящий год. Но где-то, может быть, они и кокетничают, потому что, как правило, у таких все-таки сетей дела уж обстоят как минимум лучше, чем у конкурентов на спаде. Поэтому, думаю, с этих спадов разумно бы эти акции к рукам постепенно прибирать. Это неплохая идея. У многих других дела обстоят совершенно не так хорошо. Вот, например, Home Depot – сеть, которая великолепно показала себя товары для ремонта, товары для дома во время вирусной пандемии. Вот сейчас они держатся, можно сказать, едва-едва на грани того, чтобы продолжить спад. И сегодня вот в очередной раз упали, ну, как минимум уже на 4% после своего отчета. Они сообщили, собственно, уже о показателях по сопоставимых продажах квартальных ниже прогнозов. Не намного ниже, но ниже. А с учетом того, что в целом ждут динамику по следующим кварталам, по году хуже по многим, собственно говоря, розничным сетям. И в данном случае они могут быть не исключения уж как минимум. С учетом того, что рынок недвижимости в значительной мере подавлен высокими, как раз ипотечными ставками из-за высоких ставок центральных банков. Эти акции вряд ли хорошо себя будут чувствовать по итогам отчета. И, может быть, здесь какое-то снижение более длительное. Виза припала после того, как сообщили, что там коллективный иск и грозит от британских компаний. И Мастеркард, на всякий случай, тоже припала параллельно. Параллельно кредит свист на 5,5% понизился. Оказывается, регулятор рассматривает некие замечания по поводу денежных потоков. То есть много-много мы видим таких сообщений разноречивых. Знаем, наверное, уже все про Райфайзен, который почти 7% потерял в цене. Я уже узнала, что расследование проводит американская комиссия, которая санкциями занимается по поводу, как они связаны со своим бизнесом в России. Нет ли здесь определенных нарушений тех санкций, которые ввели американцы, естественно, пытаясь их на экстерриториальный характер придать, что они для всех во всех странах действуют. То есть, так или иначе, много таких сообщений колких. Одним из таких индикаторов того, что рынок крайне неустойчиво себя ведет, можно даже назвать, например, проведение акций Тесла, которые великолепно в два раза подорожали с начала января где-то по середину февраля. Но при первой же возможности готовы соскочить вниз. Там был момент, когда в конце прошлой недели с четверга на пятницу почти 9,5% они теряли с уровня 217,5% до 196% опускались. Всего лишь на сообщениях, что приходится Тесле отзывать 300 с лишним тысяч своих автомобилей, которые были поставлены покупателям в разных партиях, разные модели с 2016 года, потому что регулятор американский, национальный, требует исправить некие вещи в программном обеспечении, собственно говоря, в сервисе для самостоятельного вождения. Здесь по большей части, даже большая часть поездов пишут, что это больше похоже на придирки, что, скажем, система не запрещает водителю самостоятельно превышать ограничения скорости некие или проезжать перекрестки, как они называют, незаконным или непредсказуемым образом. Но в действительности речь, как потом кратизировали, идет про движение на желтый свет, например, перестроение с полосы на полосу, из тех полос, где предполагается вроде бы только прямо ехать, значит, ты можешь в итоге повернуть. Ну, какие-то такие на самом деле, вроде бы пустяки, но при этом очевидно, что, ну, на самом деле взялись как бы за Маска, и Маск написал в Твиттере, что здесь вообще само слово «отзыв» в данном случае для автомобилей – это неправильное слово, анохронизм, потому что о ком можно отзывы ввести речь, если ничего никуда не возится. Это просто бесплатное обновление программного обеспечения, которое осуществляется по сети интернет. Ну, то есть, на самом деле, это, конечно, вроде бы и незначимый факт, но, посмотрите, его хватило, да, чтобы очень мощно себя чувствующие бумаги скинуть там на 10%. В итоге они уже подорожали вновь. Тут же оказалось, что еще какой-то случай, катастрофа, там, столкновение с пожарной машиной в Калифорнии, машины Тесла взялись разбирать. Ну, в общем, я вам просто к тому, что даже вот бумаги, которые явно лучше рынка себя чувствуют на протяжении года, могут быть больше обычно подвержены спадам в случае появления каких-то разовых таких вот негативных историй. Скажем, пока не совсем понятно, как рынок отнесется к тому, что Meta Platforms, компания, которая является владельцем Facebook и Instagram, она заявила, что запускает сервис платной подписки, правда, пока только в тестовом режиме по Австралии и Новой Зеландии, но, тем не менее, то есть многие сети этим уже занимались, вы понимаете, что и у Google есть платная подписка, и у Twitter запускали не так давно, в принципе, это нормальная ситуация, но пока не очень понятно людям, вот подписка, которая будет стоить 11 долларов 99 центов, как она в итоге сказывается на популярности. Как принимать торговые решения в трейдинге? Какими навыками должен обладать активный инвестор? Какими приемами владеть? Как влияет на рынок новостной поток? Как определить новые тренды на рынке и время их разворотов? Какое место занимает технический анализ в процессах принятия решений? Что такое торговые коридоры? Как нащупать дно рынка? Как считать торговые сигналы? Книга финансового аналитика и инвестора Петра Пушкарева «Искусство быть мирным» для трейдеров и инвесторов, которые хотят найти ответы на эти и другие вопросы. Материал выстроен на основе опыта трейдинга на валютном рынке, однако эти же принципы, подходы и технические приемы применимы и классическому фондовому рынку. Купить книгу Петра Пушкарева «Искусство быть мирным» можно по ссылке книги под этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok